Продолжение следует... И последовательность чередования фаз. Напомню, что до сегодняшнего дня мы пользовались фазоуказателем FU-2. Ссылка появится вверху видео. Сначала я расскажу вам о технических данных, о технических характеристиках прибора TKF-12, а затем покажу, как им пользоваться. Технические данные указателя TKF-12. Пределы измеряемых линейных напряжений от 100 В до 760 В. Частота сети от 10 до 70 Гц. Потребляемый ток по каждой фазе в момент измерения не более 3,5 мА. Температура эксплуатации прибора от минус 10 до плюс 45 градусов. Гарантия на приборчик составляет 3 года. В комплект поставки входит непосредственно сам прибор с комплектом проводов. 3 острых зонда с разъемом типа банан. Ну, то есть, это вот для трех разных цветов. Один изолированный зажим типа крокодил. Чёрного цвета. Руководство по эксплуатации и парпорт. Хотелось бы отметить, что прибор достаточно компактный и очень лёгкий. Его вес составляет всего 340 грамм. Корпус прибора изготовлен из качественного пластика с двойной изоляцией. Класс защиты 3. Двойная изоляция. Дополнительно на корпус прибора одет прорезиненный чехол оранжевого цвета. Который защищает прибор от загрязнений, влаги, а также от падений с небольших высот. Для указателя ТКФ не требуется дополнительных источников питания. Его питание осуществляется непосредственно у цепи исследуемой установки. К прибору подключены 3 провода. Общая длина проводов составляет 1,2 метра. На концах проводах установлены разъемы типа банан. К ним же подключаются в эти разъемы вставляются острые зонды соответствующих цветов. То есть вот желтый желтый вставляем в желтый красный в красный и черный в черный. Вот у нас готовые щупы. Красный провод соответствует фазе А или Л1 черный в фазе Б и желтый в фазе С Если честно, то такая цветовая маркировка проводов и щупов мне не совсем привычно. В трехфазных цепях для фаз А, Б и С я привык использовать стандартные цвета ЖЗК то есть желтый, зеленый, красный. Ну, благо, что на данных щупах имеется буквенная маркировка и ошибиться здесь сложно. Принцип работы указателей я покажу вам на своем испытательном стенде. Вот у нас имеется трехфазный источник Имеется трехфазный источник напряжения Линейное напряжение Линейное напряжение в трехфазной сети составляет в данном случае 220 вольт Определим порядок чередования фаз с помощью указателя ТКФ12 Так, ну, включаем источник Вот сейчас здесь уже есть напряжение То есть видите предел 260 Напряжение между В и С составляет 220 вольт Подключим провода А, В и С Ну, L1, L2, L3 К выводам трехфазного источника напряжения Красный провод Подключаем на первый вывод Б на средний И С на последний Так, в принципе для удобства можно вот этот разъем убрать и использовать разъемы типа крокодила Так, и смотрим То есть горят у нас на приборе три индикатора L1, L2, L3 Это говорит о наличии линейного напряжения выше 100 вольт Также на приборе горит красный светодиод L Вот он Который означает что трехфазное напряжение на испытательном стенде имеет обратную последовательность фаз То есть фазы следуют друг за другом в следующих трех вариантах C, B, A A, C, B или B, A, C Чтобы изменить обратную последовательность фаз напрямую достаточно поменять местами две любые фазы То есть меняю местами две крайние фазы на стенде и снова провожу измерения Так, забыл сказать что длительность подключения прибора к сети не должна превышать 30 секунд Если оставить прибор на большее время то он нагреется но в нем сработает защита и отключит электронную схему от сети Так, ну в общем поменял я местами две фазы на источники и снова проводим измерения Так Теперь на приборе загорелся ну так же горят три световых индикатора говорит о наличии напряжения Так Ну теперь еще горит светодиод вот так вот лучше видно загорелся зеленый светодиод R Это символизирует о том что трехфазное напряжение на испытательном стенде имеет прямую последовательность фаз То есть фазы следуют друг за другом в следующих трех вариантах Либо A, B, C Либо B, C, A Либо C, A, B В общем хотелось бы сказать что очередование фаз это один из важных параметров трехфазных сетей часто которые недооценивают специалисты При этом ошибки и пренебрежение данным показателем могут привести к неправильной работе оборудования Особенно это касается трехфазных двигателей При прямом подключении фаз они будут вращаться в одном направлении при обратном соответственно в другом направлении Также чередование фаз необходимо учитывать при подключении счетчиков электрической энергии Внимание В завершение данного видеоролика хотел бы отметить следующее С помощью указателя чередования фаз нельзя конкретно определить где фаза А где фаза Б где фаза С Им определяется только последовательность фаз то есть направление вращающего поля То есть при прямом следовании фаз имеется три варианта это А В С В С А или С А В Обратное следование фаз это С В А А С В и В А С Все Всем Спасибо за внимание С В вами был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч